Я хочу сейчас, знаете, обличить один из самых страшных мифов, который мешает людям взаимодействовать с ангелами. Я хочу, знаете, как бы развенчать этот миф, который существует у людей, который, значит, что это за миф? Так, многие люди, причина, почему они не обращаются к ангелам, архангелам, к этим высшим сутям, почему они с ними не взаимодействуют и не дружат, откуда-то взялся этот миф, предустановленный у людей, что к ним не нужно обращаться по пустякам и обращаться нужно, когда уже в крайней необходимости. То есть у людей, как бы, такое понимание, фоновое, знаете, знание, неизвестно, откуда оно попало, вот будут меня убивать уже, да, или будет мой там ребенок погибать, или что-то страшное вот происходить, обращусь к ангелу-хранителю, а пока этого страшного не происходит, ну, буду своими силами выгребать. Вы знаете, это заблуждение, это заблуждение и миф о том, что нужно и можно обращаться к ангелам только по серьезным поводам. Почему? Потому что ангелы это вестники и ангелы это посланники. Послушайте, создатель, творец, вселенная подарили тебе ангелов, подарили тебе наставников, слушайте, чтобы они помогали тебе информационно, чтобы они помогали тебе во всех сферах жизни и помогали тебе и защищали тебя. И когда ты к ним не обращаешься, когда ты даже в их сторону не смотришь, получается, знаете что? Получается, что ты не позволяешь им реализоваться, ты не позволяешь им проявиться, ты не позволяешь им исполнить свое предназначение. И получается двойная беда. Знаете, в чем беда? Вот это причина, почему некоторым из вас так тяжело в жизни. Это причина, почему некоторые из вас так сильно подустали. Если вы сейчас в зеркало посмотрите, вы очень уставший. Я вам скажу, почему. Потому что изначально в дизайне Бога, в замысле вселенной не было такого задумано, чтобы эти нагрузки семейные, нагрузки твоих проектов, нагрузки твоих, ну, то, чем ты занимаешься, чтобы ты их сам на себе тянул. Изначально, когда ты здесь проявился, с первого дня уже твои помощники, твои ангелы были с тобою. И изначально задумано, что они понесут часть нагрузок твоих, часть забот они понесут. Но ты с ними не общаешься, ты в их сторону не смотришь. Некоторые из вас в них даже не верят. Вы можете в них не верить. Но вы умрете раньше от усталости. Вы можете в них не верить. Но вы будете от стресса переедать. У вас повысится сахар и гипертония может появиться. В то время, как вы могли бы в радости и наслаждении, кайфуя, мягко идя по жизни, потому что ты не один делаешь. У тебя два мощных помощника, как минимум. И они несут твои сумки, они несут нагрузки, они помогают тебе. Один мистик сказал, потрясающе, это вот очень откликается. Он говорит, ангелы некоторых из вас, они живут на антидепрессантах. Ангелы некоторых из вас живут на антидепрессантах. Почему? Ну, потому что им хочется проявиться, им хочется послужить, им хочется помочь. И они сидят и говорят, ну мне дурында досталась, ну мне Василий достался. Мы такие сильные, мы такие мощные, мы так много можем. А он даже в нашу сторону не смотрит, он даже в нас не верит. И они там заявление пишут, творец, откомандируй нас от этого человека, пошли нас лучше к Агееву. Пошли нас к Наталье Ковалевой, пошли нас к Ане Гальцевой. Потому что их наставники, их ангелы, они бегают туда-сюда, их ангелы пашут в три смены. Извините, я так образно говорю, но мало времени, чтобы дошло. Ангелы радуются, реализуются, наслаждаются, когда мы их включаем в свою жизнь, когда мы обращаемся к ним, когда мы доверяем им, они реализуются. И они грустят. И пьют антидепрессанты, когда вы их игнорируете. Во-первых, им плохо, и во-вторых, вам тяжело. Спрашиваются, зачем так жить? Один мистик сказал, это похоже, как вы купили огромный дом. Представьте, вы миллионер, и вы купили огромный дом. И так как дом огромный, там есть садовник, который стрижет газон, там есть кухонные рабочие, там есть те, кто убирает. И так как дом продавался, и рабочие уже все знают, то продавец дома сказал, ну и рабочих я тебе передаю по наследству, они все знают, зачем тебе новых нанимать. И говоришь, хорошо. И эти рабочие сидят в комнате для персонала и ждут, когда ты придешь и дашь им команду. Они так приучены. Они не лезут сами. Им нужно дать поручения, их нужно делегировать и сказать, что им делать. То же самое и ангелы в нашей жизни. Пока ты не зайдешь в комнату своей души, пока ты не обратишься к высшему, и не попросишь их, они будут сидеть. И поэтому ты устал, потому что твоя жизнь похожа на этот огромный дом, и ты сам косишь траву, ты сам уберешь. Слушай, вместо того, чтобы заниматься любимым делом, вместо того, чтобы заниматься любимой миссией, ты косишь траву, ты варишь суп, ты ходишь, пыль сдуваешь. И ангелы сидят, и не повезло нам. Не повезло. С хозяином не повезло. Поэтому, друзья, моя мысль к вам. Ангелы, наставники, духовные помощники, они призваны и предназначены, чтобы помогать нам во всех аспектах нашей духовной, физической, семейной, профессиональной, карьерной деятельности. Ангелы могут помогать вам, когда вы проводите исцелительские сессии. Ангелы могут помогать вам, когда вы являетесь психологом, или духовным консультантом, или лайф-коучем, или тренером. Потому что, когда люди приходят, многие, чтобы получить консультацию, и вы спрашиваете, какая у вас проблема, они вам будут рассказывать много всего такого, что на самом деле не является их проблемой. Но когда у тебя выстроен канал с ангелом ясновидения, ты говоришь, какая проблема, он тебе начинает рассказывать что-то, ездить по ушам. И если у тебя не будет этого ясновидения, ты будешь, ну, мельницы, как Дон Кихот, вот эти ветряны избивать. Но твой наставник тебе скажет, слушай, через канал ясновидения, слышание, сознание, у него то-то и то-то. Вот надо туда пойти, нужно это проработать, нужно от этого избавиться, и ты будешь эффективным. Когда ты будешь делать регрессии с наставниками, они тебе будут говорить, вот здесь вот потоки будут говорить, вот здесь лучше эту фразу сказать, с этим человеком лучше вот это сделать. А вот этого нужно вот подтолкнуть, а с этим нужно мягко, а с этим нужно поговорить. Все становится эффективным, все становится как по маслу. Когда целительские сессии тебе скажут, либо руку приложить, либо руку не прикладывать, либо совет дать, либо делать пасы, они тебе покажут. Ангелы могут помочь тебе не только в духовных вещах, ты можешь обратиться к ним, чтобы они привлекли клиентов к тебе. Ты можешь обратиться к ним, чтобы они привели к тебе мужчину или женщину, если ты одинок. Ты можешь обратиться к ним, чтобы они помогли тебе войти в процветание, в изобилие, чтобы ты мог зарабатывать на жизни, на свои мечты. И вы знаете, это не какая-то миф, это не какая-то сказка. Например, у меня настолько мощный канал с ангелами, я знаю, тут есть люди, которые меня знают, что я вот на семинарах даже показываю, я ставлю человека и призываю ангела, не касаясь к человеку. Люди физически ощущают прикосновение и взаимодействие с ангелами. Мне это очень помогает. У меня консультация идет час-полтора, приходят люди, я с ними поговорил, и потом я призываю ангелов, те, которые со мной, мои наставники, мои союзники. Я говорю, вот ангел исцеления, подойди справа, возложи руку на то место, которое болит. Ангел трансформации, подойди сзади, возложи руку на голову, принеси. Я им говорю, и я иду пить капучино или чай. И люди на физике, на физике субъективно, я не говорю, люди разные приходят, это не какие-то там, знаете, духоманы, шизотерики экзальтированные. Обычные люди, бизнесмены, офисные работники, мужчины, женщины на физике ощущают работу ангела в теле.